Накануне в час по полудни в Нижнем Тагелиново гонке темно-синяя Шкода Рапид выкинула фортель, хуже не придумаешь. На подъезде к оживленному перекрестку, там где улица Юности пересекается с Ленинградским проспектом, иномарка на полной скорости бьет в заднюю корму белую вазовскую «семерку», водитель которой сбросил скорость, подъезжая к светофору, под которым в тот момент застыла маршрутка с пассажирами. По инерции «семерка» врезалась в зад газели, а Шкода в дребезги, нос разбив, воткнулась ей в бок. С высоты птичьего полета были хорошо видны более чем странные маневры Рапида. Словно полоумная иномарка в последний момент вильнула вправо, залетела на поребрик, оставив глубокую колею на газоне и затолкала «семерку» под газель. В ГИБДД оперативно сообщили о двух пострадавших в ДТП, правда не уточнив, в каких именно автомобилях они находились. Зато на записи с камеры высокого полета можно было рассмотреть, как из маршрутки вышли четверо. Трое мужчин и девушка полминуты постояли на газоне и побрели в сторону зебры. Притом один из неудачных пассажиров перед зеброй резко повернул в другую сторону, и его догнала девушка. Если судить, по 53 маршруту газель до конечной точки своего назначения не доехала буквально одну остановку, которая была 12 по счету. Но это уже детали. Куда любопытнее был сегодняшний комментарий начальника отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергея Бергарнта. Он уточнил, что водитель «Шкоды» ехал в сторону восточного шоссе, засмотрелся по сторонам и перепутал местами педали. Судя по всему, за рулем рапида сидел автонеофит. Бывалый рулевщик, даже засмотревшись на тагильские красоты октября, педали не перепутает. Голова может накосорезить. Инстинкт никогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова